ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Другие уверяют, что это была Персия. С помощью каблука воины-всадники захватывали стремя. Но в любом случае, где бы и когда не был изобретен каблук, первыми его носителями были мужчины. Туфли на каблуке женщины смогли надеть только в 17 веке. И ходили барышни на такой обуви, опираясь на трость, чтобы не упасть. Как всякое новшество, каблук имел своих почитателей и своих гонителей. Например, при Наполеоне обувь была похожа на балетные тапочки. А среди медиков велась дискуссия о вреде ношения обуви на каблуке. Триумфальное шествие каблука началось в веке 20-м. И был у нас свой добрый гений Сальватор Феррагамо. Мальчик, родившийся в маленькой итальянской деревушке, всегда мечтал быть самым лучшим сапожником на свете. И в его жизни все произошло как в сказке. Феррагамо научился своими руками делать волшебную обувь. Ведь известные женщины и актрисы носили тогда именно его туфли на высоких каблуках, танкетке и платформе. Как научиться ходить на каблуках? Представьте, что вы парите над землей. Подтянитесь вверх, расправьте плечи и сделайте легкий и изящный шаг. Мама, я тоже хочу такие туфли. Такие тебе еще рано. А вот на небольшом устойчивом каблуке мы тебе обязательно купим. Необыкновенные истории обычных вещей.